Айшвария Рай, индийская актриса и модель, одна из самых красивых женщин планеты. За свою творческую карьеру она сыграла десятки самых разных ролей, но своей самой лучшей ролью актриса называет роль жены и мамы. Детство и юношеские годы. Королева индийского кино родилась 1 ноября 1973 года в административном центре штата Карнатака Мангалури. Ее отец Кришна Рай-рай был военным биологом, а мать занималась литературной деятельностью. Айшвария росла со старшим братом, воспитываясь в принятой в индийских интеллигентных семьях системе образования, включающей кроме обучения в школе, изучение национальных традиций, истории, а также занятия музыкой и танцами. Детские и юношеские годы Айшвария провела в Бомбее, ныне Мумбаи. Ее отец получил место в исследовательском институте. После школы девушка, уже тогда поражавшая окружающих красотой, стала студенткой частного колледжа, а окончив его, поступила на курс архитектуры Национального университета искусств. В 1991 году она согласилась на предложение поработать моделью, из-за чего ей пришлось оставить учебу в университете. Сначала Айшвария участвовала в съемках рекламы, представляла местные косметические компании и принимала участие в конкурсах красоты. Став несколько раз победительницей региональных конкурсов, в 1994 году она согласилась стать конкурсанткой шоу «Мисс Мира». Конкурс «Красавец» проходил в ЮАР, а Айшвария стала победительницей, получив титул «Мисс Мира», а также титул «Мисс Фотогеничность». В усыпанной бриллиантами короне девушка вернулась на родину, где ее победа стала национальным праздником. Карьера. Болливудское начало. Кинодебют «Королевы красоты» состоялся в 1997 году в драме «Тандем», повествующей о сложных взаимоотношениях киноактера Ананда и политического деятеля Силвана. В картине начинающая актриса исполнила сразу две роли – деревенской простушки Пушпы и актрисы Колпаны. И зрители, и кинокритики тепло встретили появление титулованной красавицы в этой сложной роли и простили ей провал следующего фильма. В мелодраме режиссера Рахула Равайла «Влюбленный самозванец» актриса исполнила роль студентки Аши, которая, подчинившись воле родных, должна выйти замуж за нелюбимого. Но, как в большинстве индийских фильмов, история закончилась хэппи-эндом и танцами. В аэропорте девушка встретила парня, который выдал себя за ее жениха и влюбилась в него. Роль самозванца сыграл знаменитый Бобби Декабрь. Несмотря на негативные отзывы и низкий рейтинг картины, Рай получила награду как многообещающая начинающая актриса. В период с 1997 по 2000 год актриса много снималась на родине, приняв участие в картинах «Ритмы любви», «Невинная ложь», «Возвращение домой» и других. Партнерами Айшвари были Акшай Кханна, Салман Кхан, Суман Ранганатхан и Анил Капур. Вскоре Рай получила свою первую награду. Исполнив роль Нэндини в мелодраматической картине «На веки твоя», актриса завоевала одну из самых престижных премий Болливуда за лучшую женскую роль «Филмор Эворд». Поклонники болливудских фильмов считают ее дуэт с Салманом Кханом одним из самых красивых в истории индийского кино. С начала 2000-х индийское кино стало возвращать себе былую популярность во многом благодаря участию Айшвари и Рай. Вопреки завистливым репликам, утверждавшим, что за красивой внешностью скрывается пустая оболочка, лишенная таланты и целеустремленности, Айшвари каждой новой ролью совершенствовала актерское мастерство, воплощая на экране образы романтических героинь. Выразительность глаз актрисы, ее умение исполнять сложные танцевальные движения и передавать тончайшие нюансы чувств, подарили ей заслуженную славу выдающейся актрисы. Картина «Азарт любви», вышедшая в 2000 году, стала популярной как в Индии, так и в других странах. В фильме «Айшвари» играла сестру главаря молодежной группировки, роль которого исполнил звезда индийского кино Шахрух Кхан. Съемки фильма проходили на Гоа, красивейшие пейзажи которого стали отличной декорацией для истории, сочетающей элементы мелодрамы и триллера. В картине 2002 года актриса снова сыграла в дуэте с Шахрухом Кханом в мелодраматическом мюзикле «Санджая Лилы» в Хансале Дивдас. Айшвария и Шахрух Кхан играли влюбленных. Роль разлучницы сыграла актриса Мадхури Диксит, воплотившая образ знатной куртизанки, усыпанной драгоценностями. Поставленный перед тяжелым выбором Дивдас проявляет слабость характера и уходит от Паро, которую играла Айшвария. Наполненный страданиями влюбленных, фильм считается эталоном индийского киноискусства. За роль Паро актриса получила вторую премию «Фимфар». С 2002 по 2004 год Айшвария снялась более чем в десяти картинах. Самыми известными считается роль Суман в драме «Единственная», в которой актриса блистала в компании Шахруха Кхана и Салмана Кхана. Роль Санджаны в комедийном боевике «Нас не догонят» и Ниру в гипнотически красивой мелодраме «Встреча под дождем». В зрелищном боевике 2006 года «Байкеры 2. Настоящее чувство», рассказывающем о приключениях полицейского Джея и его товарища Али, актриса предстала в образе красавицы воровки. В картине «Айшвария» играла в компании Абхише Кабачана и Рити Карошана. Съемки проходили в Рио-де-Жанейро и придали картине латинских красок и ритмов. Роли в голливудском и европейском кино. В музыкальной комедии совместного американо-британского производства «Невеста и предрассудки» актриса исполнила роль одну из четырех сестер, судьбы которых старается исполнить хитрая и расчетливая мать. Яркая интернациональная вариация истории «Остин» вышла в 2004 году и имела огромный успех. Женихов прекрасных дочек миссис Бакши в исполнении Надиры Бабар играли Невин Эндрюс, Мартин Хендерсон и Дэниел Гиллис. Романтическая история 2005 года «Принцесса специй» хвалебных отзывов кинокритиков не заслужила, но зрителям понравилось. Национальный индийский колорит, перенесенный в Сан-Франциско, танцами и песнями не одарил, однако игра Айшвари, которая царствовала в небольшом магазинчике специй и приправ, оказывала гипнотическое действие. Партнером актрисы был Дилан Магдермот. Также в фильме снимались Ану Памкер и Падма Лакшми. В 2007 году актриса исполнила роль Миры в экранизации бестселлера «Валерио Массимо» «Манфредди. Последний легион». В масштабной исторической драме о возникновении легенды Девятого легиона также снимались Колин Ферт, Питер Мулан, британский красавец Руперт Френд и сэр Бен Кингсли. Следующим голливудским опытом актрисы стала роль ученого-криминалиста в «Розовой пантере-2». Как и первая, вторая часть фильма стала успешным коммерческим проектом, а участие в фильме индийской красавицы добавило картине очарование. Компанию актрисе составили Жан Рено, Энди Гарсия и великолепный Стив Мартин. Возвращение в индийское кино. В 2010 году звезда сыграла в нескольких индийских фильмах. Среди них была мелодрама «Мольба», после чего сделала перерыв в карьере. Вновь увидеть свою любимицу поклонники смогли лишь в 2015 году в криминальном триллере «Взаимное притяжение». Актриса исполнила трагическую роль женщины-юриста, спасающего жизнь своего ребенка, похищенного злоумышленниками. В картине также играли Ирфанг Хан и Джеки Шроф. В 2016 году Айшвария появилась в исторической драме режиссера Омунга Кумара Сарабджит и в мелодраматической картине «О безответной любви. Дела сердечные», в которой роль ее соперницы исполнила Анушка Шарма. В 2017 году звезда сыграла в дуэте с Анилом Капуром в трогательной мелодраме «Фанни Кхан. Личная жизнь Айшварии рай». С 1999 года актриса встречалась с актером Салманом Кханом. Роман двух самых красивых актеров Болливуда протекал бурно, Салман ревновал девушку к бывшим и будущим поклонникам и даже мог поднять руку на Айшварию. Естественный конец болезненным отношениям наступил через два года, после чего актриса долго не могла решиться на новый роман. В 2006 году Айшвария стала встречаться с представителем знатной актерской династии Абхишеком Бачаном. Их отношения начались во время съемок картины «Байкеры 2», в которой они были партнерами. В 2007 году состоялась свадьба Айшварии и Абхишека, а в 2011 году родилась их дочь Ааратхия.